Львица включила позу охотницы, но дальше продолжение не последовало, хотя вот она залегла. Поохотиться ей в вольере можно разве что за какими-то воробьями и другими птичками, но поймать их даже для такой хищницы как львица практически нереально. Слишком уж разная весовая категория соответственно и скорость. Более мелкие кошачьи успешно охотятся на птичек, а вот крупным, во-первых, тратить энергию им на мелкую, слишком мелкую дичь смысла нет, а во-вторых, и результат охоты тоже очень сомнительный. Если львы охотятся на птиц, то на более крупных. Интересно, что в прайде охотницы именно львицы, но львов тоже берут на охоту, если речь идет о крупной добыче, например, охота на буйвола. Там одной львице не справится. Нужен лев, его мощь, вес, сила. Так, друзья, давайте посмотрим в соседнем вольере на ялтинца. Смотри, Дим, глянь, какая львица. Видишь ее? Так, где? Где наш ялтинец? Так, ну вот, ялтинца не видно, а хотелось именно продемонстрировать, друзья, наглядно, насколько лев крупнее львицы, и почему именно львы нужны при охоте на буйволов. Потому что для буйвола поднять на рога львицу ничего не стоит. А вот когда на него наваливаются львы, два льва, то тогда буйволу не сдобровать. К сожалению, природа вот так вот распределила, что хищники должны забирать жизнь других животных, чтобы жить самим. Яблоки осыпаются. Вот, есть более поздние сорта. Это не саванна, это действительно какой-то сад Эдема, райский сад. Что ж, друзья, всем большой привет из райского сада парка Львов Тайган.